Девушки отдыхают 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 Поэтому я к вам. Тебе сколько лет? Тридцать пять. О, тридцать семь. По-моему, самое время перестать ябедничать. Нет, я про... Извините, что отвлекаю его. Ну, что тебе надо, клоун? Даша, я смотрю, тебе сегодня номер не нужен? Ты что, с дуба рухнул, что ли? Еще как нужен. Ты что, разве не видишь, что я сегодня счастлив? Ты не знаешь, где можно было переночевать? Ну, не знаю я. Ну, пойди у этих двух барбар спроси, они только рады будут. Они всех пускают. Каких барбар? Да иди же ты куда-нибудь. Триста двадцать. Извините, мне тут вас посоветовали, потому что мне номер занят. Вы не могли бы... Сколько вас? Один. Брэнди пьете? Да. Тогда сходите за Брэнди и возвращайтесь. Честно говоря, не знал, какой кофе ты любишь, взял с молоком. Спасибо. Вот. Ну, и что дальше? Дальше... Дальше поступила на Иньяс. Так он что сделал? Договорился с ректором. Подогнали рабочих, и они за ночь на крыше. Такие большие неоновые буквы установили. А зимой утром еще темно, я на занятия приезжаю и вижу светиться. Ольга, будь моей женой. Артур. Об этом еще в газетах писали. Умеет ухаживать, подлец. Да, ну, с такими-то деньгами. Любой бы смог. А я глупая была. Молодая еще. Крыша совсем съехала. Влюбилась до смерти. Он меня цветами забрасывал. Машину подарил. Ну, а потом, когда штамп в паспорте поставили... С виду не скажешь, что он такой. Состоятельный. Еще бы, он же чиновник. Бизнес-классом не летает, на иномарках не ездит. Осторожный очень. Даже я не знаю, сколько у него денег. Может, действительно любит? Если при таких деньгах, а бегать за тобой, как мальчишка. Угу. Стильно. Это он сделал. Настоящий штрих-код. Его считать можно. Дата выпуска. Когда родилась. В смысле, год свадьбы. Срок годности. В смысле? Что в смысле? Вещь я его. Собственность. А своими вещами он не разбрасывается. Бред какой-то. И что делать? Честно говоря, терпеть не могу кофе с молоком. Блин. Я тоже. Слушай, я чего тут подумал? У меня в роду, наверное, немцы какие-нибудь были, или другие раскрепощенные нации. Я не понимаю. Честное, да. Все ты понимаешь. Слушай, ты не Варвара. Ты Василиса. И зачем ты его сюда позвала? Дура ты! Он начальник клиники пластической хирургии. Пригодится. Может, я в ванной подожду? Нет, нет. Ложитесь. Раздевайтесь и ложитесь. Вау! А как мы здесь с твоей поместимся? Ничего. Ложитесь. Ух. Все, я лег. А вы куда? Неожиданно высплюсь. Ух. 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 Чёрт она знает. Доброе утро, любимая. Не-не-не, ты чего? Номиньон. Народу-то полно. Ты тоже очень красивая. Нет, ты не Василиса, ты Афродита. Тост. За наших детей. Да, бон. А ты думала, только у вас шампанское делать умею? Слушай, ты выйдешь за меня, а? Поедем ко мне в Челябинск. У нас там такие красивые заводы. Я тебе боулинг покажу. Ты такого никогда не видела. Кегли на верёвочках. Привет. Доброе утро. Прекрасно выспался. О! О, чёрт. Слушай, так неловко всё вышло. Можно ж было меня разбудить? Да ничего, ничего. Не страшно. Мне даже приятно. И вообще, зачем мне две руки? У нас в первом корпусе есть хамам. Это турецкая баня. Там хорошие специалисты, они сделают тебе массаж, всё пройдёт. Нет, мы сделаем по-другому. Сейчас мы пойдём в город, найдём ресторан, где можно обедать одной рукой. Я угощаю. Послушай, Алексей. Тут вот такая история. Я не хочу, чтобы ты меня неправильно понял. Нет-нет, я тебе очень благодарна за то, что ты меня выслушал. Всегда, пожалуйста. Подожди, не перебивай. Давай мы с тобой договоримся. У меня была минутная слабость. Это ничего не значит, такое больше не повторится. То есть, останемся друзьями? Нет. То есть... То и есть. Мужчина и женщина не могут быть друзьями. По-моему, это не нужно ни тебе, ни мне. Доброе утро. До свидания. Что это с ней? Выходит, озренный, что он на пляже. Мёрз там и голодал. Вячеслав Александрович. Вы говорили, у вас есть связи? Ну, допустим. А что, поделиться опытом? Да мне про одного человека надо кое-что узнать. А-а-а. Говорят, серьёзный. Интересно, насколько. Ой, Трофимов, отдыхать тебе надо. Разрешите? Ну что, как там у нас температура по Фаренгейту? Не было толчков, вспышек, инфекционных заболеваний? Простите, я не хотел бы проблем. Пусть это останется между нами. Что между нами? Инфекционные заболевания? Вот. Номер триста сорок пять. Она провела там всю ночь. Так. Номер триста сорок пять. Баба-ягодка опять. Мне очень жаль, что так произошло с вашей женой. Слушай, тебе рога не нужны? А? Кому-нибудь на стенку? Нет. Нет? Ну вот и мне тоже. А я могу узнать, может быть, кому-нибудь нужно? Значит, слушай меня. Срочно узнай мне всё про этого из триста сорок пятого. Понял? Кто, где, когда, с кем приехал. Там паспорт, анкета, кто там ещё? Простите, но это конфиденшал, закрытая информация. Я понимаю. Понимаю. Только ты не затягивай. Помнишь, к нам приходила клёпочка такая с веснушками? Ну, уши у неё как локаторы. Ты сделал её пластику, а потом ещё у неё было осложнение. Загноение левого. Угу. Так знаешь, кто у неё дедушка? Генерал ФСБ. А сейчас я позвоню бабушке и решим твой вопрос. Только тебе, Трофимов, это будет стоить пять бутылок виски. А, ну хорошо. Не, я говорю не местного, халявного. А приедем в Москву, и там за деньги купишь. А чё так круто? Потому что этот звонок мне будет стоить очень дорого. Алло, Зинаида Макаровна? Это Вячеслав Бурыгин. Не узнали? Богатым буду. Почему лучше не надо? А, то муж заинтересуется. Хорошо, спасибо, что предупредили. Ну и шуточки. Посидишь. Да. Как Лерочка. Так, что такое? Что грудь? Так, тут рядом со мной доктор. Поговори, поговори, быстро. Поговори. Алло, здрасте. Грудь увеличилась? Сильно? А уплотнение есть? Нет. А боли? Боли нет. А в каком классе девочка? Маленькая. На втором курсе? А? Ну что, это нормально, второй курс, четвертый размер. А, нет, как доктор, конечно, могу сказать, что можем уменьшить. Но как мужчина, не рекомендую. Нет, конечно, могу посмотреть с большим удовольствием. В смысле, без проблем, можете приходить. Да, да, да. Да, это Вячеслав. Ну вот, да. Решим вашу проблему. У нас к вам одна просьба есть. Да? Ваша подруга? Да. Сколько подворотков? Понятно. Передаю трубку доктору. Давай, давай, давай. Алло. Конечно, отрежем. Кричへ Вы посуду и не Oh! Каждый курс. И что-то шепчут волны на чудом языке. И вот, наконец-то, ранец колька тмель, Ты вдруг попадаешь за три девять моей. Палалалей-пом, палалалей-пом, на дальнем зон берегу. Палалалей-пом, палалалей-пом, все как во сне наяву. Дни о ком не звучат. Ну что, не выспался? Выспался. Молодец. Пап, чего ты сегодня злой такой? Да потому что я тоже выспался. Плечо. Ага. Тихо-тихо-тихо-тихо. Больно-больно-больно-больно. Больно! Ай! Ты что ж ты делаешь-то, а? Лежи-лежи. Ты ведь врач должен знать, что во время массажа лучше не дергаться. Позвоночник, он ведь такой хрупкий. Что вам надо? Какой глупый и нелепый вопрос. Я ведь тебе в прошлый раз объяснил. Но ты, по-моему, русских слов не понимаешь. Я сейчас тебе буду угрожать, а ты мне лучше сразу скажи, чтобы я долго не перебирал. Что тебя больше всего испугает? Ноги у тебя не будет, глаза, дедушки. А, это мой папа. Тем более. Ты ведь сюда загорать приехал, а не утонуть, правда? Чего ты молчишь? Ту-ту-ту. Ой, извини. Извини. Что ж ты её в покое-то не оставишь, а? С твоими деньгами. Ты ж любую можешь. Фу, как грубо. Между прочим, сейчас ты обидел всех женщин России. Тебе не стыдно? Ты, между прочим, семью разрушаешь. Да ладно. Какая у тебя там семья? Ну, самая обычная, простая. Российская семья в период кризиса. А у тебя клятва Гиппократа. Не навреди. А ты вредишь, козём. Это было второе предупреждение. Третьего, значит, не будет, да? Будет, будет. Бог ведь троицу любит, да? Но только последнее. Купайся. Отдыхай. Говорила мне мама, боксом занимайся. А я Гербарий, Гербарий дурак. Музыка. Музыка. Та-та-та-та-тан, тан-тан, тан-тан-тан, 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 тан-тан, 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 тан-тан. Второй тоже снимай носок. Мы договаривались, если вагон, то две вещи. Когда это? Что когда? Забыл уже? Да ничего я не забыл. И вообще носки надевать было нечестно. Мы же в Турции. Ну что теперь, если мы в Турции, то я не имею права носки надеть, да? Ну что ты дуешься? Ты же сам предложил сыграть. Давай в Душу сходим. Давай, чур я первая. Руля, помогай другу. Что случилось? Ничего, молчи, женщина, все. Слушай, у меня беда. Чего случилось? Ты не поверишь. Я влюбился. В эту? Силиконовую долину? Да, она. Я вообще не представляю, что теперь делать. Черт. Подожди, а с чего ты взял, что ты влюбился? А что еще? Я сегодня целый день за ней по женским магазинам ходил. Вот это, сумки за ней таскал. Да, дела. А она ж по-русски не понимает нифига. Так это же самый кайф. Она курлы-мурлы, курлы-курлы. Как будто музыка, как будто мерей-мату. Вообще не грузит. И что теперь? Но то, что жениться надо, это однозначно. Но как? Это же предложение надо делать, все такое. Как вообще иностранцы женятся, а? Откуда я знаю? Нет, ну ты же с Украины. Нашел иностранца. Блин. И веры мы с ней разные. Она католичка, а мы же христиане. Мать не поймет. Ты подожди, не горячись. Потому что ты ее всего один день знаешь. Как будет по-французски, я на тебе женюсь. Я не знаю, я в школе немецкий учил. А как по-немецки? А, я не помню. Маш, ты какой язык в школе учила? А почему обязательно словами? Можно ведь на языке жестов. Ну, показал ей, я не знаю, кольцо на пальце. И все. Даже не думай. О, слава до Челябинск. Ах, ты. Ах, вы. Фашисты. Убил. Муж и жена, мать вашу. Чего ж ты раньше-то молчал, а? Свиньи. А еще жениться хотел, блин. Амур де трамль. Чего? Ну, скажи ему, извиняюсь я. Sorry. Ты меня че, своими друзьями пугаешь? Ха-ха-ха, ес. Вьен, вьен. Гайз, чего? Вьен, за си. Ха, ком. Ес. Каллигулы, хренов. Вырождается Запад. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, пап. Ну, пап. Ех, мне много. Ну что, Трофимов, я на триста баксов наговорил. Ну, что? Утешить мне тебе нечем. Я, конечно, понимаю, ты человек молодой, кровь у тебя горячая. Но я бы на твоем месте подумал бы. А что такое? Серьезный деловой человек. Мне на него даже справки наводить не стали. Просто посоветовали, не лезь. Он в системе. Так, я тебе никогда не рассказывал эту историю. Ну, пап. Думаю, сейчас самое время. Был у нас один повар. Ничего не боялся. А чего ему бояться? Он же повар. Пересолит. Не убьют ведь. Такой повар был. Я вкуснее перловки в жизни не ел. Перловки? Да. А однажды привезли гречку. По случаю праздника. Ну, и повару этому все говорят. Смотри, не испорьте, это же гречка. А он обиделся, отвечает. Мол, я могу с закрытыми глазами сварить. Ну, и поспорили, завязали ему глаза. Он полез на котел. А там дозик прошел. Он и оступился. Мы рядом стояли. А ничего не сделаешь. Горячо. Сварился. Лучше б сварился. Все гречку испортил. Так испугался. Ну, и к чему ты мне сейчас это рассказываешь? А к тому. Ты сейчас с закрытыми глазами. Смотри, не оступись, чтобы другим жизнь не испортить. Ты понимаешь, Маугли, какая петрушка получается. У них же в Европе, в ихней, раньше рыцари жили. Так вот, они ради своих прекрасных дам вашего же брата на капусту рубали. Ланцелон, прямо на круглом столе. А теперь нас же жизнь не учат. Пурква, па. Как ты, друг? О, ты еще и по-русски говоришь. Но, 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 не говоришь. Э, чуть-чуть. Литл бит. Москва. Руден. Э, дружба народов. Видел я твою дружбу народов. Не сердиться. Listen to me. Клэр, э, сложная жизнь. She, э, one year ago, один год, э, раньше. Битс-мужчина. Чего? Boy, understand. Бэтмен. Бэтмен. No, Бэтмен. Тик. And, э, medical operation. And now we have a very, very beautiful woman. I understand. Чего? Бэтмен. Бэтмен. Boy. Girl. Okay, I understand? Oh, Claire. Oh? Oh, là, là. Qu'est-ce que c'est avec toi? J'aime beaucoup, euh, les Russes. Ils sont simples, comme les enfants. Si les russes étaient... tristes, euh, tortilles. Tu plaisants, d'où-nous-vous? Ha, ha, ha. Non. Maintenant, je parlais, et tu... es où? Ambicile. Ha, ha, il ne comprend pas le mort. Et si, le suspendeur. Ha, ha, ha. C'est parti. C'est parti. А где кольцо? А что случилось? Лучше бы тебе этого не знать. Что, отказала? Слушай, у тебя нет такого прибора, когда черные очки одеваешь, и такой штукой бздынь, и вся память стирается. А разве такое бывает? Знаешь, мне сейчас кажется, что все, что по телевизору показывают, все бывает. Ясно, значит, нет приборчика. Ладно, будем по старинке. Доставай очки. Если бы со мной такое году в восемьдесят девятом случилось, когда мы район на район ходили, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Почему? Я бы сейчас в Москве где-нибудь в шоу-бизнесе работал. Слушай, если бы ты свою Варвару с другим мужиком застал бы, что бы ты сделал? Убил бы. Молодец. Настоящий мужик. Вот на таких Россия и держится. Ну, вообще-то я из Украины. Какая разница? Ну, что у тебя с твоей-то получилось? Да нет, у нее выходные. Ну. А, понятно. Ну и не торопись. Как говорится, если что-то сделал, но никто не знает, значит, этого как бы и не было. Добрый вечер, дамы и господа. Посадитесь удобно, мы и начинаем наше веселое представление для женщин на грани тяжелой депрессии. Это был первый шуток. Сегодня будет много шуток. Сейчас мы покажем вам сказку про обувь. С подтекстом. Это на самом деле про человеческие отношения с элементами психоанализа. Все, давай, начинаю же. Жила-была на свете прекрасная босанушка с розовыми волосами. И был у нее муж. Носок, набитый деньгами. О, извините, не извините, потому что набит кредитные карточки, а очень богатые. Но у босоножки и носка ничего не сложилось, потому что кто же носит босоножки с носками? Пошел он, подлец. И убежала тогда от носка далеко-далеко в турецкий склад босоножка, где отдыхали русские кеды со своими колошек. Но приехал сюда молодой валенок, который мечтал стать макосином. Но закончил мединститут и стал обычным ботинком на среднего класса. Увидел ботинок босоножку и говорит, «Вай, мэй, босоножка, босоножка, какая ты красивая! Да вы что бы дружить?» «Нет, что ты говоришь, босоножка? Ботинок и босоножка не могут быть друзьями. Они обязательно станут любовниками, и у них появятся тапочки. А что в этом плохого? Эй, не знаю, я запуталась. Жизнь такая сложная штука. Пойду на ресепшн поработаю». На этом сказка заканчивается, потому что у зрителя кончилось терпение, а у рассказчика фантазия. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Это всё? Всё. Всё, что смог придумать. Воплотить. А что... Что не растрогало? Хм... Странно. В американских фильмах срабатывает. А я терпеть не могу американские фильмы. И вообще, со стороны, это полный идиотизм. Пьеса неподходящая. Да. Надо было не побояться и замахнуться, так сказать, на нашего товарища. Буратино. Персонажи классные. Карабас-Барабас, Мальвина. Ты где ключик взял золотой от номера моего? Буратино. Балкон надо закрывать. Мужчины налетят. Ладно, был не прав. Исправлюсь. Счастливых снов. Аревидерчи. Спасибо тебе. Исправлюсь. Извините, Она сказала, что это ее брат. Your brother's here. This... This your... No, no, брат. No, брат. It's a joke. She's my mother. Кто? Мама. She's 74. Она 74 лет. Oh, my God. Yeah, yeah, God. You like? But she has very good plastic operations. Yeah, yeah. Really? One million dollars. Million dollars? Two. Two million dollars. And ten million dollars. You like? Really good, woman. Yeah. I understand. I understand. You spent a lot of money. I understand. I understand. Listen to me. Funt you. Money. What? Funt. Much money. Much many money. It's a joke. You give one case and take another case. Yes. KGB. KGB. I will you pick gun. Very good gun. Parabellum. No, 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 friend. No, 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 no. One million dollars. What a good gun. А как будет по-турецки? Что? Я говорю, как будет по-турецки, отстаньте от меня, я ничего не хочу покупать. В турецком языке нет слов таких. Ха-ха-ха. Алло! Кто это? Я? Кто я? Я сейчас. Да не она. Не узнал. Я нормально. А зачем мне тебе звонить? Ну, ты ведь, кажется, уже всё сказала. Хорошо. Да. Буду продолжать развлекаться. Да. Именно так я и поступлю. Угу. 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 Умагар. Угу. А что? Человеку восемнадцать лет, уже можно. Дойка попробую. Ой! Что? Федя, что с тобой? Оно что, с водкой, что ли? Что? Оно что? Кораблик вот-вот подчалит Счастье мое ни на что не похоже И слаще сахара соль на коже Аромат фруктовый дразнит Пена пляшет на воде И любовь легка, как праздник Если рай не здесь, то где? Ветер гоняет, по небу чает Белый кораблик вот-вот подчалит Счастье мое ни на что не похоже И слаще сахара соль на коже И слаще сахара соль на коже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова